Анна, как ты и эта организация, где ты работаешь, пережили чрезвычайное положение во время пандемии коронавируса? Мы пережили сложно, но хорошо. Я считаю, вышли победителями, исправились с сложной, новой, непонятной для нас ситуацией. Но какие главные выводы вы сделали, какие инновации открыли, может быть, ноу-хау изобрели? Выводы сделали такие, что все в порядке, можно быстро адаптироваться, двигаться дальше. Запустили отличный социальный проект, который называется Келли Асебра от фонда интеграции. И поняли, что больше нет границ, нет для чего, и все возможно. Пандемия, надеемся, отступает, но очень много вызовов еще впереди. Какие планы у вас на ближайшее будущее? Планы на ближайшее будущее продолжать в таком же темпе, ритме, не забывать выученные уроки, не бояться двигаться дальше, развиваться и, наконец, уже окончательно отточить те навыки в электронной среде, которые мы получили в этот раз. Но тогда что посоветуете другим, как не опустить руки, двигаться дальше и стать лучшей версией себя после кризиса? Я думаю, что универсального совета для всех не будет. У каждого есть какой-то свой интересный совет, своя находка. Но для меня очень интересно и очень важно было как раз-таки то, как я смогу быстро адаптироваться. И мне кажется, вот эта адаптационная система, это вот как раз-таки тот совет, это то, что нам нужно развивать в себе. И она не существует без страха. Нужно признать, что ты такой, какой ты есть, полюбить себя таким, какой ты есть, не бояться бояться и просто двигаться дальше. Еще один очень хороший совет – научиться абстрагироваться от негативной информации, потому что в какой-то момент я поняла, что она просто меня убивает. И научиться выбирать источники информации, не хорошие, адекватные, неадекватные, а иногда нужно просто все закрыть и ничего не читать, и уделить время себе. Наверное, вот такие советы я бы дала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!